давайте обсудим с вами еще следующий вопрос у нас достаточно много домов из фтк мы их отделываем которые не нуждаются в дополнительном утеплении допустим дома построены так называемые сеть панели то есть когда внутри находится утеплитель из двух сторон у нас допустим csp о избе щепа цементные блоки вот система делок с допустим что у нас тогда получается внутри у нас есть уже утеплитель снаружи здесь у нас минус здесь у нас плюс снаружи мы имеем поверхность который нам необходимо отделать мы не можем оштукатурить напрямую csp мы не можем напрямую нормально штукатурить щепа цементную плиту у вилокс потому что мы с вами боимся появления трещин чтобы не было трещин мы с вами используем утеплитель пенополистирол либо минерал в одну плиту который является демпфером то есть мы приклеиваем утеплитель толщиной буквально 50 миллиметров выполняем базовый армирующий слой и наносим декоративную штукатурку самое главное в этих системах мы должны четко понимать что изнутри дома существует надежная и долговечная пароизоляция это очень важно поэтому прежде чем приступать к отделке таких домов мы пришли к заказчику и спросили иван иванович мы тебе сделаем сейчас пенополистирол допустим вот здесь 50 миллиметров расчетная зона конденсации сто процентов оказывается где-то внутри стены если у тебя изнутри есть движение теплого воздуха то здесь у тебя произойдет конденсация поэтому теплый воздух изнутри помещения ты должен отсечь надежной пароизоляции пароизоляционной пленки штукатур это на самом деле это его вопрос не наш вопрос но мы должны удостовериться что это именно так мы это должны четко знать я надеюсь это понятно и дальше мы делаем делаем стандартную отделку не вопросов не проблем перед началкой перед началом приклейки пенополистирола на уэсби установили временную стартовую доску брус 50 на 50 50 сейчас сейчас начнем приклейку окантовка колбаской по периметру никаких пропусков делать не надо вот лучше конечно чтобы не разбрызгивала только выше выше приподними он тогда не будет пачкать и три горизонтальных полосы не вертикальных а горизонтальных татьяна нам предоставила ровные панели поэтому мы ни в чем не сомневаемся сип-вуд спокойно устанавливаем до конца не закручивай зачем тебе до конца то ну ладно если можно в принципе регулировать саморезами если нужно выровнять основание ну ладно панель у нас ровная да тогда все почти господа как вы понимаете мы делаем штукатурный фасад на сип панели на панель на каркасном доме вот она собственно технология все просто до безобразия и каркасный дом отделка по системе циризит на уэсби которым из которого выполнены стены данного дома при помощи клей пена циризит ст 84 приклеивается фасадный пенополистирол вот как это выглядит дальше пенополистирол фиксируется прижимными втулками втулка идет бийская с оцинкованным либо с анодированным саморезом вот он армирован базовым армирующим слоем из клея и фасадной стеклотканевой сетки вот голые декоры вот обратите внимание междуэтажный карниз и верх колонн а так эти декоративные элементы вырезаются из обычного фасадного пенополистирола ппс 16f вот видите здесь внизу и обрабатываются клеем сеткой вот она собственно приклейка на клейпену циризит ст 84 это специальный полиуретановый клей с 0 мм с вторичным расширением. Схватывается на 7-8 минуте. Как видите, ребята клеят. Вертикальный откос выставляют по заранее приклеенному элементу примыкания с сеткой, которая стоит, видите, по периметру окна. Каркасник. На клей пену приклеили фасадный пенополистирол ППС-16Ф толщиной 50 мм. Дальше нанесли клей, втопили панцирную стеклотканевую сетку, через нее произвели установку прижимных втулок с оцинкованными саморезами, добавили клей и втопили фасадную стеклотканевую сетку. После того, как выполнили базовый армирующий слой, произвели монтаж, изготовление и монтаж декоративных элементов из пенополистирола. Как вы видите, декоративные элементы приклеены на фасад, обработаны базовым армирующим слоем из клея со стеклотканевой сеткой и нанесена камешковая декоративная штукатурка. Вот как это сейчас выглядит. И ребята приступили к приклейке клинкерной плитки. Соответственно, когда вымеряли декоративные элементы, старались сделать так, чтобы клинкерная плитка была целая. Вот ведутся работы. приклейка производится на клей Церезит SM16. Приклеивается клинкерная плитка. Клинкерная плитка Фельдхаус. Приклейку производим на клей Церезит SM16. Затирку будем производить затиркой Церезит. Можно использовать Церезит CE40, либо Церезит CE43. Затирка CE40, она считается до сантиметра. Письмо есть, что можно до 15 миллиметров ее использовать без проблем. Хотя на самом деле делали и на более широких швах. Затирка CE43 можно использовать на швах до 20 миллиметров официально. Ну, делают, разумеется, ее тоже шире. Обратите внимание, клей наносится на стену, так называемый грунтовочный, и клей наносится на плитку. Прикладывается и потом, видите, подгоняется для того, чтобы было плотно-плотно-плотно. Затирку кулинарным пакетом. Готовка носика. Попросил ребят немножко повыше наносить, чтобы вам было лучшеведливо. Работа, в принципе, несложная, но кропотливая. Нужно делать очень аккуратно. Камешковая декоративная штукатурка. И сейчас ребята заканчивают, по сути дела, фасадные работы. Идет затирка швов. Какие осы тут летают, однако. Шершень. А нет, это овод. Обычный овод. Прилетел. Тут что только не летает. Это какая недалеко. Здесь в районе Оки живности навалом всякой. Смотри, по краю должна быть скошенная трапеция. Вот такая вот. В чем суть? Именно вот такой наклон. Дай кусочек панопласта. Вон тот квадратик. Смотри, смотри. Вот когда будет приклейка к стене, вот так он будет распределяться. То есть, видишь, сюда почти ничего не выдавливается. Понятно, да? Лучше все всегда рассказывать, показывать наглядно. Но при этом тебе нужен только тот клей, который будет участвовать с двигателями. И обмазываешь когда? Всегда делай так, чтобы у тебя край с листа был, ну, как бы консольно свисал. Чтобы не пачкать нижний стол. И с того же... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok Дальше смотри, у тебя диагональ, по диагонали у тебя идут напряжения Поэтому тебе прежде чем ставить лепуху, тебе нужно отмазать место под нее Вот это диагональная лепуха, она держит возможные трещины Примерно под 45, дальше идет вторая, тоже по диагонали Понятно, понимание, как вот формируются лепухи на Гэшке Дальше свободное место, свободное место, понятно, да? Ну, смотришь, где еще? По идее, здесь нужно так То есть, симметрично здесь нужно отмазать лепуху Ну и, в принципе, даже вот так пойдет Ну, я бы еще добавил бы вот здесь и вот здесь Вот это самое лучшее Смотрите, на лист, на обычный, ты можешь окантовку 5 лепух, это достаточно Но, когда у тебя краевая зона, тут возможно, чтобы не было трещин Вначале отмазал, потом поставил Все лепушки должны стоять Чтобы они все были в соприкосновении У тебя регламентируется, что площадь приклейки должна быть не менее 40% От площади листа После того, как ты придавишь Вот сейчас вот мы приклеим, это будет больше 60% Именно вот этот лист Но это у нас Г-шка, так называемая Так Шнурку надо потянуть вверх Выше, выше, выше Поднимай, поднимай, выше Вот, все Поставь, потом зайди туда А ты их корректируешь левее-правее Потому что вы, помните, как должны Поставить Вот, вот, вот На обрез Заподлицо, либо чуть-чуть выдвинуть Заподлицо, либо на миллиметр выдвинуть Понял, да? И не прижимаешь Ты ставишь Уже прижато все Не придавливаешь Ставишь второй лист А потом провилом всю плоскость Понял? Заранее не придавливаешь Заранее не придерживайся